давно такого не было и вот снова да нет ему просто нравится доставлять боль самому себе друзья кто подписан на канал забиты в курсе что я себе забивал ни одну татуировку а кто не подписан ссылочка на эти выпуски будет в описании и сейчас вот стоит подписаться чтобы не пропустить очередные выпуски нажать колокольчик чтобы уведомления пришли мы начинаем сейчас все по порядку корректировать сам себе буду татуировку из 10 выпуска шоу забитые руки это мой год рождения и сейчас вы видите как я тогда очень плохо положил тени и с контурами вообще так себе потому что не умел я тогда и контурить и видите полоски где-то толстые подплыли где-то тонкие потому что не вбил вот эти отвратительные тени на цифрах внизу ну короче с этой татуировкой надо поработать каждый день утром когда я выпиваю чашечку кофе в шортах я смотрю на эту татуировку и думаю что когда-то я ее исправлю ну вот пришел момент сегодня дима коля сам себе татуировку а это все будет происходить под моим контролем поэтому запороть у него не получится дима в каждом из выпусков решил использовать новую другую тачку может быть которая ему подойдет больше будет менее тяжелой более удобной и более хлесткой а я хочу сегодня ему удружить и вручить ему stingray я думаю она ему зайдет постольку поскольку тачка при всем при этом настолько же легкая сколько же и хлесткая то есть если думать о ней как у индукционной машинке то бьет она примерно также четко быстро точно вот но при всем при этом она довольно легко как ротор и вообще подруга мне сказала что издалека татуировка выглядит грязной поэтому помимо того что она мне не нравится не подруга татуировка чего-то мнение заставила меня сегодня прибегнуть к этому и раз на неделе не на ком поучиться получимся сами на себе сегодня дима будет работать обыкновенными иглами ими работать он умеет поэтому мы подобрали ему держак дубный и комфортный чтобы не было нагрузки на кисть 25 миллиметров это толщина держака не то что вы подумали машинку зарядили 11 rs трансфер нам не нужен потому что мы работаем поверх татуировки единственное я не помню как я сидел тогда вот в том ролике типа что-то типа того как раз кожа натянута мне такое ощущение что мне страшно вылет отрегулировал но он дерзкий начну с дерзкого вылета слушая какой вольтаж должен быть у меня под полоски 88 ставлю до 7 с половиной 8 king grey переводится как жалющий луч и после того что я это сказал мне еще страшнее первая полоска и сразу же длинные на улице первое это очень больно и я провел первую полосу больше не хочу очень больно но stingray и вот таким держаком 25 миллиметров я вам скажу что очень удобно но дима предупредил меня что эта тачка хороша именно для полос а вот для тенюха закраса ему она не нравится ровно на мой взгляд больно мое ощущение интересно мне нравится делать татуировки и чего мы медлим продолжаем единственное вы заметили что как будто бы 11 rs к тоньше чем вот мой предыдущий контур который поплыл но глубже не буду делать чтобы не перетопить мне кажется что ровно и красиво будет 11 rs к поэтому ей и сделаем весь контур ну и хочу напомнить для тех кто хочет начать делать татуировки мы совместно с самым крупным тату магазином 28.ru мы всей командой забиты для вас собрали 5 тату наборов в которых есть все необходимое самый дешевый стоит 7 500 самый дорогой с пеном и на мой взгляд самый удобный 21000 друзья хватит переплачивать и хватит разыскивать по всем магазинам все необходимое естественно по промокоду zbt вы получите бесплатную доставку из магазина к себе домой и кстати новый год рождество 14 февраля 8 марта 23 февраля уже впереди и это отличный подарок а там еще майские праздники день защиты детей парни еще промокод дали на бесплатную доставку что медлить по ссылке в описании все найдете нога трясется я вот в виду полосу и от боли она начинает типах ходуном ходить это я оправдываюсь по поводу некоторых кривых полос хотел предложить вам как обычно задержать дыхание и провести два маленьких кружочков верхний круг плох потому что я завалил машинку и снова разные толщины получились полоски нижней уже лучше вот так можно написать в комментариях идем дальше доделаем весь контур и Закончил. С контурами. Если посмотреть вот тот выпуск трехлетней давности, то сейчас я сделал это все моментально. Когда ты просто смотришь на татуировку, то она не такая прям кривая и поплывшая. А сейчас, когда проводишь полосы... Ужас, что я тогда натворил себе на ноге. Треугольники пришлось просто сделать черной, потому что иначе они там прям все поплыли, и там чуть-чуть осталось вот этого зелененького. Контур готов. Давайте эст также сделаем напополам в черное. И не будем менять иголку. Сделаем ее 11-й эрэской. И сейчас посмотрим, как мы сделаем градиент в зеленый. 11-й эрэской мы сделали верхушку эст черную. Меняем на 9 магнум м1, обычный прямой магнум. И сделаем тени, выходящие вниз. И прокрасим также низ цифр черным. И сделаем градиент черного вверх. И в самом конце снова вернемся к 11-й эрэске. Наверное, не знаю, пока еще рассмотрим. Чтобы прокрасить оливковый на надписи эст. Я закончил с черным цветом. С тенюхами. И, по-моему, я снова повредил руку. Потому что нижние тени на цифрах я делал, изгибая вот так кисть. И рывок на себя. Во-первых, тачку неудобно держать. Теперь я понимаю Диму, что он плюется на эту машинку. Во-вторых, вес держака уже ощутим. Хотя прошел всего час. Я не хочу повредить руку. Поэтому я и хотел работать дальше пенами. Ну, мы сделали в итоге. Я сделал в итоге тенюхи. И осталось освежить цвет оливковый. В прошлом выпуске я добавлял каплю черного. Сейчас не будем добавлять. И я хочу попросить Диму, чтобы вкрасил он. Потому что кисть у меня болит. Нахрен в моем случае вот эти тяжелые держаки. И Stingray полосит круто. Пиксели классные на тени. Но тачка максимально неудобная. И скорее всего в следующем выпуске я буду дальше пробовать какие-то легкие машинки. И скорее всего с одноразовыми держаками, чтобы не нагружать кисть. Иначе я снова просто выпаду. И на татуировках можно будет поставить крест. Тачка вроде бы хорошая. Но, блин, чего-то там постоянно мешает кайфануть от работы, что ли. Ну, по крайней мере, по мне так. Выкрутить ее очень сложно. Особенно если нужно подлезть в какие-то очень точные уголочки. Я думаю, что и Дима ощутил, и я это ощутил. Но неудобно реально. Мужа у Димы очень сильно нагружается рука. Он ее сегодня чуть не перетравмировал. И я бы рекомендовал ему как мастер и товарищ, чтобы он все-таки пользовался пенами. Обратите внимание, что с левой стороны есть отличное место для какого-то невообразимо клевого проекта. Я сегодня обратил внимание, как Дима что-то рисовал в планшете. Какие-то наброски. И обратил внимание, что там абсолютно даунский цветочек. Какая-то апельсиновая или лимонная долька. В общем, напишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы Дима этот свой эскиз весьма попсовый и даунский бахнул именно на это место. Дамы и господа, по ссылке в описании найдете наш телеграм-канал. Это реклама от забитых. Присоединяйтесь, там удобно получать уведомления. И там последние мысли и новости от всей нашей команды. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И убедительная просьба написать побольше комментариев, наставить пальцев вверх, если выпуск зашел, для того, чтобы он распространился по сети интернет. А я пошел готовить вам новый эскиз. И пока вам ничего не скажу, там будет очень прикольно. Увидимся на неделе.